Здравствуйте друзья. Вчера я сделал обзор для двухосевого черстика KY023 и подумав немножко я решил еще задачу усложнять немножко и этот по-другому все это делается то есть у меня вот LCD дисплея Nokia 5110 и решил с экрана этого дисплея управлять нагрузками давайте посмотрим видео первоначально потом продолжим итак друзья после последнее видео сделал обзор в последнее видео про джойстика KY23 вот про такого джойстика и этот управлял серво двигателем как бы вот вечером подумал придумал а что еще можно делать и придумал вот такую вещь у меня этот LCD дисплей от Nokia 5110 и решил при помощи вот этого LCD дисплея и этого джойстика управлять нагрузками то есть здесь на экране на экране вы видите вот 4 реле как бы аут 1 аут 2 аут 3 аут 4 то есть выход 1 2 3 4 и рядом написано офф 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 везде сейчас при помощи джойстика пулемет это включать реле ушки вот включаем 1 реле на второй включи вот здесь этот он как бы двигается и момент движения вот это вот выключить второй так давайте первый еще раз тут очень чувствительно надо еще вот первый включим второй включил когда включаю уже здесь это и она изменяется на ойн а то есть включена вот первый второй теперь третий третий включили и четвертый включили и таким же образом можно и выключить выключили тут просто привыкнуть надо вот когда нажимаем на джойстик чтобы кнопку не надо двигать а то если туда попадет в зону второго момент нажата этот будет включаться поэтому вот эта кнопка вместе с джойстиком как-то неудобно получается если отдельную кнопку делать можно и так вот это я простую как бы делал на четыре выхода но здесь возможности огромные то есть можно вот это место 4 там сколько хотите выходов делать как бы можно многостраничный режим тело стоят здесь страница 1 2 3 и щелкаем а здесь страница меняется 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 ну как как веб страницу можно сделать так просто здесь это разрешение маленькие там мало информацию можно разместить но можно вот это так делать и как ссылки у нас получается нажал я там что-то включает счету выключает и вот это огромное количество разлива еще и можно разместить просто схема устрой усложняется вот остальные на компьютере объясню вот здесь все это выключили давайте давайте в фр прок сейчас покажу как это все работает так я использовал я хочу сказать использовать пользовательский блок вот nokia 5110 это скачал от как его от сайта фл прок где пользовательские блоки вот оттуда скачал пользовательские блоки пользователей вот там есть оттуда скачал и оттуда и этот использовал здесь и давайте рассмотрим как это все работает вот чтобы вот это работал у нас первоначально вот это обязательно надо взять вот графика вот это сюда он любом проекте должен присутствовать где используем вот это nokia 5110 вот это верхняя шкала давайте сначала посмотрим что это посмотрим что это такое вот вы увидели видео там вверху написано arduino prom.ru вот это первый экран вот здесь сейчас откроется так значение 0 от x и y значение 0 то есть он сверху с левой стороны начинаете так идет потом вот где выходим аут один аут один аут один x значение 0 и y значение 10 то есть это уже 10 пикселов сверху вниз идет где написано вот здесь аут один написано сверху 10 пикселов вниз будет отображаться и так аут два это уже сверху 20 пикселов вот 20 пикселов это 30 это 40 пикселов аут один аут два аут три аут четыре все они включены это постоянно работа теперь давайте дальше посмотреть так давайте сначала вот это про джойстик про джойстик вот это вот и по очереди здесь как схеме есть я так объясняю может немножко не с той стороны но идет так два входа вот который вчерашнее видео точно так же вот два входа аналог их джойстик подключается там x включается втором входу y вот первому входу здесь у нас это стоит масштабирование 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 вот отсюда масштабирование берем масштабирование посмотрите как я как прошлое видео рассказал там у него на входе меняется вот от 0 до 1023 мы когда 5 вольт с 0 до 5 вольт меняем с 0 до 1023 а на выходе вот у нас по разрешению я сделал lcd дисплея там 84 разрешение 40 44 80 нет 48 84 или 84 48 я уже попал запутал ну короче говоря вот здесь это до выходе я оставил вот это по иксу если джойстик двигаем по оси икс значит значение на выходе меняется с 0 до 80 то есть вот отсюда начиная вот это квадратник идет сюда здесь 0 здесь 80 ну там еще чуть-чуть 84 по-моему ну да столько не доходит чуть поменьше сделать так вот это по иксу а по игреку по игреку 40 взял то есть сверху вниз от пикселей то здесь если с нуля до тысячу 23 меняется по игреку меняется с нуля до 40 то есть сверху вниз а там 44 пикселей по моему я 40 так и здесь обратите внимание я математику взял по игреку это для чего я взял у меня вот это наоборот получая получилась части когда я вверх поднимаю а там этот прямоугольник вниз идет то есть наоборот работа чтобы удобно было работать джойстика вот я математику взял то есть значение вот 40 которые здесь 40 и с этого значения вычитаем это значение и на выходе наоборот получается если здесь 40 если здесь 40 здесь 0 если здесь 0 здесь 40 то есть наоборот получается чтобы как нужно вот этот двигался прямоугольник а вот это lcd дисплей вот это для квадраты как вот который видели чтобы видно было вот где находится вот это метка джойстика вот квадратик значение 5 5 то есть 5 пикселов так 5 так вот такой квадратик так здесь трое постоянно включена как бы и вход x подаем вот отсюда x вот это перемене то есть я перемене там еще взял вот x и y x в ход x перемене y вот в ходу y подаем потом пошли дальше что тут поделаешь что-то давайте сворачиваем еще раз иногда помогает да помогло так давайте теперь вот это ссылки у нас как образуется вот этот момент рассмотрим вот посмотрите вот надпись где он off у нас вот это два надписа давайте посмотреть вот этот надпись находится по оси y вот это 10 пикселов то есть сверху вниз 10 10 и 25 пикселов в сторону то есть вот он вот он off где написано 10 пикселов вниз 25 сюда и нам необходимо вот когда это крестик идет вот где этот off он находится зоны вот этого находился чтобы этот нажали кнопкой чтобы кнопка срабатывала это сделал вот таким образом вот посмотрите 4 компаратора надо вот для 2 компаратора для y 2 компаратора для x вот посмотрите у нас там по y он находился вот 10 пикселов вниз ну и получается вот это так л 1 вот это меньше или равно l 2 а l 2 10 вот посмотрите если меньше или равно l 2 на выходе единица а здесь если y больше или равно 0 0 на выходе опять единица и получается вот между этими когда находится вот этот квадратный квадратный между нуля пикселем и между 10 10 пикселем находится и здесь единица появляется и здесь в таком случае вот если зоне вот это действие находится здесь and на выходе единица если вниз или вверх единиц не будет и этот момент вот когда здесь здесь единица появляется и то же самое вот для икса я взял вот посмотрите там 25 вот пикселов вот там было 25 пикселов вот между 20 и 30 пикселями как бы и здесь тоже единица единица и когда вот это условие совпадает вот здесь единица здесь единица и еще кнопку нажимаем кнопку нажали если три условия совпадает на выходе единица получается здесь триггер срабатывает на выходе состоянии меняет здесь реле включается здесь инверсия стоит реле у меня наоборот работает то как наоборот там как бы с логическим нулем работает поэтому здесь инверсия то есть смотрите если здесь ноль у нас получается реле выключено и посмотрите что Вот это дисплей выключено, а дисплей, видите, здесь инверсия стоит, включено. Здесь написано OFF. Будет показывать OFF. Если вот здесь единица, это дисплей отключается, и здесь будет показывать ON. И получается, что вот это, когда реле включаем, вот реле включено, вот он превращается ON, то есть включено. И таким образом осуществляется вот это, ну, наблюдение состояния выхода, как бы. Состояние выхода показывает вот это надпись ON OFF. Вот здесь четыре таких вещей сделали одинаковые. Это все одинаково, как бы, единственная разница вот здесь, эти числи. Уже он, вот это, второй реле еще 10 пикселов внизу находится, поэтому все по 10 пикселов. Вот это, по X одинаково вот это находится, здесь не меняем, по Y вот это 10 пикселов вниз. Уже здесь 25, здесь 15. На третий, опять, так, на третий уже где-то 30 пикселов вниз. Вот здесь между 25 и 35 пикселями, как бы, находится. И так, а четвертый уже 40 пикселов. Вот между 35 и 45 пикселов. То есть, если квадратник находится в этой зоне на выходе, вот, когда все три условия совпадают, нажатие кнопки, еще вот это, это и на выходе единица. Вот таким образом, то есть, у нас получается, вот эта часть, как бы, формируется ссылка. Вот если я, это, отсюда, кнопку убирать, если кнопка не будет, вот здесь два. Вот это, как у нас получается ссылка. И при помощи вот этих цифр, мы можем управлять, вот, с экрана, вот этого Nokia 5110, ну, с любого места можем какие-то действия делать. Если вот это условия совпадают, если здесь какие-то цифры стоят, условия совпадают, на выходе единица, вот, еще вот кнопку нажали, и там что-то. И таким образом можно, я подумал, можно здесь многостраничный режим сделать, то есть, там, ну, допустим, десяток страниц можно сделать, там нажали на первую, там первая страница открывается, вторая, третая. И для каждой страницы, вот уже, вот это, надо написать, вот этот код, какой, что включать, что выключить, или там, на первой, первой странице можно наблюдать, какую-то температуру, влажность, или еще чем-то. На второй странице, там, пролежки включать, на третьей странице, там, еще что. Здесь можно управлять нагрузкой, вот это, как бы демерировать, еще, то есть, плюс-минус ставим, плюс-минус, когда мы, вот, тоже так же, вот, на плюсик нажимаем, там, счетчик, вот это, на верх, допустим, сто считает, и на выходе, вот, мощность увеличивается до сто процентов, или на минус, уже наоборот. То есть, здесь, здесь, все зависит от вашей фантазии, и здесь, я думаю, вот эта идея, просто, вот такая, уже, дальше, уже, целая техника, техники, и посредством, вот, FL Proc, можно уже любые вещи, как бы, делать, настроить, и очень много страниц можно делать, то есть, большими количествами, всякими вещами управлять, наблюдать, или еще, что делать. Вот, вот, о чем я хотел вам сказать, это, не очень, так, сильно, сложно, просто, вот, это, этот момент, вот, надо, вот, где ссылки, вот, точно, вот, формировать, вот, где квадратник находится, а это можно делать, давайте, я, даже, можно, вот, это, ну, отсюда можно еще на экран вывести, вот, это, x, y, чтобы цифрами показывал, где квадратник находится, чтобы облегчил, вашу, вот, допустим, вот, допустим, вот, допустим, вот, допустим, вот, нет, это не пойдет, я не ту, где, вот, сейчас, а, вот, где позицию, вот, где позицию, вот, это показываю, позицию показываю, вот, здесь, x, y, вот, соединить сюда, вот, давайте, я покажу, вот, как можно делать, если хотите, вот, x, вот, x, x, подключили сюда, так, y, вот, втором выходу, вот, y, сюда, y, сюда, сюда, нет, я, я не то делаю, сейчас, секунду, подумаю, нет, я не так делаю, неправильно делаю, не, не так, сейчас, я не то взял, все правильно было, первоначально, вот, это надо взять, здесь, вставить, или, давайте, нет, давайте, вот, там, у нас здесь, там, вот, это, где, вот, сюда, вот, давайте, на первую, где, так, вот, здесь, где написано, arduino.prom, удалит константу, вот, это удаляем, потом, 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 здесь, надо, вот, это, перебращаться, операция, нет, конвертация типов, вот, это надо преобразовать строки, вот, это два, так, вот, преобразовать строк, переобразовать строки, и, потом, здесь, где строки, здесь строки, вот, сложение строк, берем, здесь, виводи, виводи побольше, допустим, 4 штуки сделаем, так, здесь, первой напишем, ставить константу, напишем, x, x, готово, так, вот, это, сюда, соединим, здесь, ставить константу, здесь, пробел делаем, чтобы они разделились, и y, 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 запишем, y, запишем, вот, это, сюда, и, это, сюда, соединяем, и, получается, вот, вместо, вот, того, где, у нас, ардуино пром, написано, вот, это будет показывать, в значении, оси, и, 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 когда мы, джойстик, действуем, на экране, вот, наверху, вместо, вот, этого, ардуино пром покажет, вот, и, с цифрами, где находится, и, и, таким образом, вот, вы можете, вот, это, допустим, на экране, на каком-то месте, вот, допустим, какое-то значение, вот, ввели, допустим, можете посмотреть, вот, оттуда, как бы, ссылка образоваться, и, положение, x, y, как бы, вот, таким образом, можно, но, это, как сказать, можно, так, можно, и, без этого, без этого, вот, таким образом, все это можно делать, то есть, управлять, при помощи джойстика, с экрана, с экрана, LCD дисплея, можно управлять, разными нагрузками, и, не только, разными нагрузками, можно, многостраничный режим, и, очень много всяких вещей, наблюдать, и, управлять, и, что, и хотите делать, вот, о чем, я хотел, вам сказать, спасибо, за внимание, подпишитесь, на мой канал, всего, хорошего.